Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, во вторник, день воспоминания положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве в 1625 году, за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 15, стихи с 16 по 32 и чтение дня от евангелиста Матфея, глава 12, с 14 по 16 и с 22 по 30 стихи. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, совет сотвориша фарисеина Иисуса, како Его погубят! Иисус же, разумев, отыди оттуда. И по нем идоша народе мнози, и исцели их всех, и запрети им, да неяви его творят. Тогда приведоша к нему беснующися слепа и нема, и исцели его, яко слепому и немому глаголати и глядати. И дивляхуся всенароди глаголюще, и да сей есть Христос сын Давидов, фарисей же, слышавши реша, сей не изгонит бесы, токмо о вилзевули князе бесовсем. Веды же Иисус мысли их речей им, всякое царство, раздельшееся нася, запустеет, и вся град или дом, разделивыйся нася, не станет. И аще сатана сатану изгонит, нася разделился есть, како уба станет царство его. И аще ас, о вилзевули изгоню бесы, сынови ваши о ком изгонят, сего ради тии вам будут судьи. И аще ли же ас, о дусе Божие, изгоню бесы, уба постиженого царствие Божие. Или како может, кто внете в дом крепкого, и сосуды его расхитите, аще не первие свяжет крепкого, и тогда дом его расхитит. И женись со мною, на мя есть, и и же не собирает со мною, расточает. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время фарисеи имели совещание против Иисуса, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, ударился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем. «Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорит, не это ли Христос сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силою веель Зевула, князя Бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? «И если я силою веель Зевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Господь исцеляет бесноватого, в котором обитание чистого духа сопровождалось слепотой и немотой, и весь народ дивится этому чуду. Фарисеи же, будучи уязвленными завистью к славе Спасителя, не удержались от величайшей клеветы, а потому сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Виэльзивула, князя Бесовского». Александр Павлович Лопухин замечает, «Виэльзивул считался злейшим и вместе с тем грязнейшим из демонских начальников. Поэтому и обвинение Христа в связи с ним было особенно язвительно. Оно имело целью отвлечь от Христа народ и вызвать в нем вражду к его деятельности, учению и чудесам». И чтобы отвергнуть все их обвинения, Господь дает им полный и ясный ответ. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». «Всякое сообщество людей, будь то государство, город или семья, сильно только единством. Но если начнутся несогласия, ссоры, раздоры и ослабеет сила их единения, то само общество, царство, город, семья не сможет устоять и распадется». Так же и в царстве дьявола. Если бы князь Бесовский стал направлять свою мощь на изгнание своих же приверженцев, то его царству скоро пришел бы конец. Следующим опровержением стали слова. «И если я силою Вильзивула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют, посему они будут вам судьями». Блаженный Феофилакт поясняет, что эти слова Христа можно понимать так. «Пусть, говорит, я таков, но ваши сыны, то есть мои ученики, чьей силой они изгоняют. Неужели и они силой Вильзивула? Если же они божественной силой, то тем более я, ибо они творят чудеса моим именем. И так они послужат к осуждению вашему, потому что вы, видя, что они творят чудеса моим именем, продолжаете клеветать на меня». Важно отметить, что апостолы не обладали той силой, какую имел Спаситель, но были наделены благодатью от Бога, а потому изгоняли бесов именем Христовым. Господь же изгонял бесов одним своим повелением, а потому Он указывает слушающим Его. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Ефимий Зигабен пишет, что Спаситель желает сказать, «Если пришло к вам Царствие Божие, то зачем вы отгоняете Его, зачем противитесь своему благу? Теперь-то и есть время спасения вашего, о котором некогда предсказали пророки». Таким образом, Христос говорит о том, что разрушается царство дьявола и воцаряется Бог, изгоняющий бесов, дабы явить свою победу над ними в мире и в сердцах людей. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». И в этих словах Господа заключена важная мысль. Кто сторонится, чуждается добра, тот осознанно или бессознательно содействует злу. Епископ Михаил Лузин замечает, «Кто из знающих и слышащих Его учения не становится на Его сторону, тот враг Его, хотя бы и ничего не делал враждебного Ему. Враг потому уже, что не действует в пользу Его, тем более враг тот, кто каким бы то ни было образом противодействует Ему». Господь наш Иисус Христос, дорогие братья и сестры, призывает всех людей принять Его благовестие и войти в Его радость, устремив все силы своей души на то, чтобы очистить сердце. Сосредоточив все помыслы не на земном, а на небесном, нам должно поступать в соответствии с тем, что говорит Господь в своих заповедях, и тем самым приумножать великие духовные сокровища добра в своем сердце, истинно собирая со Христом. Помогай нам в этом, Господь! Господь, Боже мой, на Тяуповах Спаси мя от всех гонящих мя Избави мя Субтитры создавал DimaTorzok